Александра Егоровна, здравствуйте! Я знаю, что в октябре месяце вам будет уже 85 лет, значит, вы 35 года, и очень хорошо помните именно то время 21 июня 41 года. Вы вот скажите, пожалуйста, где застала вас эта страшная весть, в каком месте вы жили? Я жила в Смоленской области, в деревне Печки, называлась она тогда. Но была большая деревня, конечно, была очень, у нас много молодежи, все вот это вот. Но застала, как мне мать в детском садике работала. И вот я пошла туда, до нее, и как раз там сказали все, что вот это началась война. Ну детство мое какое. И сколько вам было лет в то время? Ну вот в 41 мне 6 лет было. То есть вы уже могли помнить и осознавать, что уже, да? Все знаю, как нас бомбили, как немцы ехали на мотоциклах, они все на мотоциклах ехали, они пешью почти не шли, все вот. А потом в 43-м нас только освободили русские, а так мы все были оккупированы. Нас загоняли и в сараи тогда, там-то деревянные дома. Все загоняли, нас и поджигали. Мы выскакивали, но спасали нас. Один был, он полицеем работал там в немцах, но все равно он вот это вот открыл нам дверь, и мы повышали все. Отец мой уже пошел воевать в 43-м. Он был трактористом и уехал на тракторе, как началась война, как и их вернули, потому что немцы уже наступали на нас. Ой, как чего сказать. Тяжелое время вы пережили, смогли это. И мы прятались, ровы там такие большие у нас, как говорится, мы там прятались, потому что бомбили нас, били по деревне и наши даже русские, Катюши. Вот это я помню, как нам тогда сказали, уходите, а то будет Катюша. Мол, ночью прошли наши русские, и разведчики, наверное, и нам всем сказали, что уходите, а то будет бомбить деревню эту. Ну вот, все вот, такое детство, детство. А после, когда уже война кончилась, все же мужиков забрали, и отца моего забрали в армию. Очень тяжело было, потому что все было разбитое. Жили в землянках, копали, как в землю, как сейчас погреба копают, так тогда мы в таких погребах жили. Ну, прожили, на вроде бы все. И после войны очень тяжело было. Болели и тифом, и чем только мы не болели дети. Спасибо вам за ваши воспоминания. Большое вам спасибо. И хорошо, здоровья вам, чтобы вы выжили. Спасибо всем, что сейчас хоть чуть-чуть жизнь наладилась. Только здоровья нету. Да, ничего, будет здоровье.